Всем привет, друзья мои! Вы на канале Валерьяна. Сегодня на моем канале видео о моем заказе из каталога Avon номер 9 2019. Вот этот каталог. Много классных акций в этом каталоге. Много чего интересного. Я не смогла воспользоваться многими акциями. Конечно же, очень жаль, но не получилось. Еще, возможно, буду делать заказ. Еще, может, воспользуюсь. Но, тем не менее, пока что на этот момент так. Значит, вот это весь мой заказ. Сегодня я решила именно так сегодня снимать для вас. Все сразу разложить аккуратненько и просто рассказать о том, что же у меня было. Давайте начнем с самого верха. Это батарея из лосьонов спреев для тела из линейки Naturals. Значит, я взяла 13 штук. И это, наверное, не потолок. Буду брать, наверное, еще. Потому что сейчас они очень хорошо идут. Я взяла самые для себя ходовые. Это любимейший у меня сейчас спрей коктейльная коллекция с ароматом малины и черной смородины. Такой вкусненький, сладенький, позитивненький, поднимает настроение. Нравится окружающим. Довольно-таки стойкий, если хорошо так обильно им политься. А если еще перед этим лосьоном намазаться, вообще хорошо довольно-таки держится. Дома, после душа, ну, классный вариант. Мне очень нравится. Поднимает реально настроение. Пользуюсь. Значит, он также пользуется популярностью среди моих клиентов. Поэтому я взяла 3 штуки такого. Три штуки новинки. Это у нас средиземноморские приключения с ароматом розового грибфрута и абрикоса. Также прекрасный аромат. Этот уже более такой ярко-цитрусовый, фруктовый. Чувствуется вначале очень сильно розовый грибфрут, который для меня лично пахнет аскорбинками, витаминками-аскорбинками. А потом уже вплетается красивый сладкий персик. И даже база у этого аромата, мне кажется, присутствует. Как бы не смешно об этом говорить и вам именно слышать. Но здесь база таких сливочных, абрикосовых карамелей, конфет. В общем, аромат мне понравился. И я смотрю, что его тоже неплохо покупают. Поэтому я взяла 3 штуки. Также взяла 3 аромата. Это у нас маракуйя и пион. Насколько я помню, это уже легкий такой мускусно-цветочно-фруктовый аромат. Не такой яркий, как предыдущие. Но, тем не менее, он очень-очень приятный. И еще один яркий и также популярный среди моих клиентов. Это у нас манго и гранат. Очень яркий, сладкий, тропический аромат. Такой взрыв прям тропических фруктов. Кислинки, сладинки. В общем, аромат хорошее настроение. Тоже неплохо держится. 100 мл объем. Можно обливаться, поливаться. И цена у него, ну, меньше, чем бюджетная. Можно позволять себе даже не один, а несколько штук. И целое лето у вас будет большой ассортимент и классное настроение. Так, следующее. Начнем с ароматов Пурбланка. Это три аромата у меня. Один аромат Пурбланка Смайл оранжевый. И два аромата Пурбланка Элеганс. Эти ароматы я взяла по акции из фокуса. Вот эта акция. Значит, можно было три аромата взять по цене двух. Конечно же, очень выгодное предложение. И еще многие ароматы можно было бы взять. Но у меня они все есть, кроме этих ароматов. Если честно, оранжевый я продавала только один раз. И, в принципе, он сразу и продался. Но почему-то я его так и не докупила на продажу. Сюда у нас входит персик, пион и мускус. Вот такой флакончик. Попробовала этот аромат. Брызнула в крышечку. Напомнила себе. Приятнейший такой цветочный более аромат. Цветочный мускусный. С некой такой небольшой персиковой сладинко-кислинкой. И довольно-таки неплохо он пахнет. Неплохо держится. Мне, в принципе, аромат понравился. Довольно-таки неплохой. За такую небольшую цену. И практически все ароматы Пурбланка для меня пахнут дороже, чем они стоят. Особенно классическая Пурбланка для меня это вообще прекрасный аромат за свои деньги. Так, ну и синенький аромат Элеганс. Он у меня часто в продажах. Это уже такой более восточный аромат. Действительно он более восточную тематику. Он более густой. Здесь у нас цветы жасмина, лесные ягоды и белый мускус. Он такой, немножко даже томный аромат. Приятный, сладковатый и более уже такой зрелый. Аромат для зрелых женщин, мне кажется. Хотя это все, конечно же, на любителя. Очень интересный, достойный аромат, я считаю. Поэтому рекомендую присмотреться. Я могу сказать, что все ароматы Пурбланка мне нравятся. Но пока что я не распробовала хорошо новый аромат, который с зеленой такой бирюзовой крышечкой. Что-то как-то он мне не особенно понравился. Пока что, возможно, я его еще как-нибудь распробую. Так, следующее. Одиноко лежит аромат Full Speed. Классический. Это у нас самый первый в линейке Full Speed. И самый любимый и продаваемый аромат. Почему он один? Я взяла два. Один у меня уже купили. Я брала со страниц, по которым два аромата взять выгоднее. Я не могу сказать, что это фантастически выгодная цена. Но, тем не менее, у меня в продаже этого аромата уже нет. И поэтому я взяла две штучки. Ну, буду брать еще, наверное, хотя не знаю. Насколько я знаю, то ли в следующем, то ли немножко дальше в каталогах будет хорошая акция на ароматы Full Speed. Поэтому, возможно, я не буду спешить. А учитывая то, какие сейчас продажи, у нас продажи сейчас довольно-таки слабенькие упали. У всех отпускное настроение. Людей на рынке мало. Люди прибегают, покупают самое необходимое и убегают домой в холодок. Потому что жара стоит невыносимая. Так, также по вот этой акции своеобразные два аромата купить дешевле, чем один, я взяла два аромата с одной страницы. Это у нас Viva La Vita женский. Eau de Parfum. И Avon Man мужской аромат. Первый аромат у меня еще есть на продаже. Но я решила на вторую свою точку докупить такой парфюм. Потому что он, не могу сказать, что его сразу же забирают, разбирают. Но он очень достойный, приятный аромат. Интересный аромат. Он похож по своему звучанию с ароматом зеленого яблока от Дон и Каран Нью-Йорк. Тут есть зеленое яблоко, тут есть мимоза и сандал. Приятный аромат. Приятный он. Яркий, звонкий, душистый такой, весенний, легкий. Довольно-таки шлейфовый, стойкий. И ничего плохого об этом аромате сказать я просто не могу. И этот аромат Man, это уже аромат на любителя. Это тяжелый мужской аромат. Не для лета это точно. Или для вечера, или на холод. Здесь тяжелые такие, древесно, даже шипровые ноты. Но шипр это потому, что здесь заявлен дубовый мох. Но как бы для меня это не шипровый аромат. Это более восточно-древесный, сладковатый, тяжелый парфюм. Для мужчины уже довольно-таки зрелого. Не для молодого парня. Он не всем нравится. Многие просто его не переваривают. Но, тем не менее, у меня его покупают неплохо. Это не тот аромат, который стоит у меня долго на полочках. Здесь 75 мл. Мне он тоже, в принципе, приятен, этот аромат. Следующие ароматы, которые я брала по акции также из фокуса. Это только два аромата. Хотя их должно было быть три. Должно было быть два аромата череш классического. И Black Sweat Intense. Рыженький такой оранжевый аромат. Значит, брала я также по акции из фокуса. Для представителей вот эта акция. Нужно было взять ароматы на сумму 700 гривен. И получить на них скидку 40%. Я взяла два аромата. Череш, потому что Череш The Moment у меня еще есть в продаже. Он еще стоит. Классический Череш берут значительно быстрее. И один аромат вот этот. Потому что именно мне сейчас он больше всего из этой линейки нравится. Хотя самый первый Black Sweat Touch. Это мой самый любимый аромат из этой линейки. Но вот этот мне нравится тоже очень-очень сильно. Здесь у нас тоже древесный, тяжелый, сладковатый аромат. Такой немножко бальзамический. Очень интересный. Рекомендую, пробуйте. Это вообще линейка довольно-таки достойная в Avon. Довольно-таки стойкие ароматы. Довольно-таки все характерные, интересные. Поэтому обратите свое внимание. Акция классная. Можно запастись. Жалею, конечно, что пока что не воспользовалась вот этой акцией. Также из фокуса. В этой акции нужно было заказать ароматы. Три больше ароматов. Вот таких. Селебрейт мужской, селебрейт женский. То есть три ароматика нужно было взять и получить на них скидку 40%. Так как я сейчас на своих продажных точках практически не являюсь туда, то предлагать и рекомендовать клиентам новый аромат в принципе некому. Поэтому он у меня пока что еще стоит. Лишь один раз я показала клиентке. Она выбирала для своего мужа. И она сказала, что аромат классный, но он для молодых людей. Я согласна. Я согласна. Он для молодых парней и для женщин. Это 100% потому, что я реально хочу им пользоваться сама. Это красивейшая такая мужская немножко пудровость, которая многим мужчинам может не понравиться и показаться слишком женоподобной. Вот такой интересный баланс в этом парфюме. Он меня к себе притягивает. Я хочу его у себя иметь. Он мне напоминает парфюм моего мужа, но тот аромат более мужественный, более такой. Ну его тоже можно носить в принципе и мужчинам и женщинам, но этот более для меня комфортный и носибельный. Я бы его носила каждый день. Я не слышу абсолютно в нем мужских нот. И я считаю, что и никто особенно не услышит. Вот молодым мальчикам, ну я скорее всего, возможно, возьму его своему сыну. Так как сейчас мы немножко подразочаровались в том аромате, который он носил. Посмотрели на него с другой стороны. И я, наверное, для того, чтобы иногда пользоваться самой, принесу этот аромат для своего сына. Пусть пользуется. А может закажу еще, а тут оставлю для демонстрации своим клиентам. В общем, как-то так. Аромат мне очень понравился. Вот женский селебрейт брать на продажу я боюсь. Я не рискую, потому что я не уверена, что он будет продаваться. Так как среди этой линейки у меня самый ходовой это Today. Сколько бы я его не взяла, я знаю точно, что я его продам. Но есть такие ароматы, которые очень медленно продаются и составляют просто ассортимент на моей продажной такой точке, чтобы был ассортимент. Но не особенно продаются. Вот я переживаю, чтобы этот аромат так же не стоял долго. Хотя он довольно-таки интересный. Он так же пудрово-цветочно-мыльный. Но рука не тянется его купить. Как бы нет, не возникает желания купить ни себе, ни на продажу, потому что для меня это слишком рискованный вариант. Так, это мы с вами обсудили. Значит, очережь я не сказала вам. Это такой довольно-таки цветочный, приятный аромат с нотками тиаре и вишневого цвета, насколько я помню. Он для меня тоже приятный, но не всегда. Иногда он для меня пахнет откровенно просто каким-то гелем для душа. А иногда бывает очень красиво, заманчиво, так и дорого. Но это как когда, когда ему захочется. Поэтому у меня этого аромата нет. Но, тем не менее, я считаю его довольно-таки достойным ароматом. Так, вот два аромата Individual Blue, которые в этом каталоге появились по фантастически низкой цене. Можно сказать, распродажной цене, не знаю. Здесь у нас 100 мл флакон. Здесь у нас классический мужской аромат с лавандой. Вот этот парфюм. Простой флакон. Очень все, эта линейка очень просто исполнена. И этот аромат, это как раз тот аромат, который сейчас разочаровал меня на моем сыне, меня и моего мужа. Мы как-то сидели, обедали, и мой сын уходил на тренировку. Он нанес на себя этот одеколончик, и мы в один голос закричали, Саша, что это такое? В общем, мы его не узнали. Знаете, он носил его всегда зимой, и зимой это свежесть. Это свежесть, это колкость, это чистота. А сейчас это какой-то такой душливый, мужской одеколон для мужчин 40+. На моем сыне это звучит просто не комильфо. То есть для него нужно что-то другое. Он просто ему не подходит, и он его образ реально портит. Как будто он взял дедушки на одеколон с полочки и на себя нанес. Может, странно звучит с моих уст вот такие заявления, что аромат не подходит по возрасту, старит. Но так оно и есть. Так оно слышится. И мы не договаривались с моим мужем. Мы реально просто в одной эмоции с ним сошлись, что этот аромат не подходит моему сыну. Такой аромат никогда не нравился моему мужу. Хотя он очень яркий такой. И яркий, лавандовый, сильный, звонкий. Ну и, конечно же, он очень классический. Я считаю, что он многим подойдет по вкусу, потому что действительно классика многим нравится. Но все-таки он более подходит мужчинам постарше. Все-таки сейчас это мое такое мнение. Все может быть, что он опять изменится. Все может быть. Так, следующее что? Следующая акция. Классная каталога этого. Это на последней страничке. Здесь предлагалось приобрести каких-то два продукта со страниц, с последних, насколько я помню. Так, да, с последних страниц, с десяти. Например, два геля для душа или что-то там еще. Кстати, гели для душа тут тоже в большом объеме были по классной цене. Кто заинтересован, берите, потому что цена отличная. Я этого пока не сделала, но, может, еще сделаю. И за два этих продукта можно было приобрести пурбланку классическую по очень сниженной цене. 80 гривен, минус 10% скидка фиксированная для всех. Это очень дешевая цена. И у меня вышло так сделать. Я взяла вот таких два продукта из детской линейки Фрозен. Это у нас детский спрей для облегчения расчесывания волос 200 мл. И это у нас детская ароматическая вода, спрей для тела. То есть спрей парфюмированный для тела. Еще существует у нас гель для душа и шампунь для волос. А также еще есть парфюм, детский парфюм, также Фрозен. Он у меня еще есть на продаже. И я решила, что это тоже будет не лишним. Запах у них очень приятный. Повторяет аромат линейки Фелло Китти, которая была совсем недавно. Такой сладко-карамельный детский веселый аромат. Кстати, вот этот спрей для расчесывания волос приобретают себе не только дети, но и женщины с такими пушистыми, волнистыми, кучерявыми волосами. Тоже классно он справляется. А этот спрей, в принципе, да, я назвала его детским. Но запах у него сейчас, мне кажется, особенно летом, может носить каждый и каждая. Потому что он веселый, задорный, жизнерадостный. Такой действительно поднимающий тоже настроение. Не обязывающий, то есть к шортам, футболкам, к сарафанам прекрасно подходит. Хоть он и детский. Так, ну и моя любимая Пурбланка, которую я не устану никогда повторять, что очень люблю. Есть у меня она в моей парфюмерной коллекции. Она у меня была, в принципе, первым моим, наверное, ароматом когда-то, который я себе приобрела в Эйвен. И который тогда мне просто очаровал. Мне так его хотелось. Жили мы очень скромно. И мы были очень молодыми тогда. И это воспоминания моей молодости, ностальгические, такие очень приятные. Я его сносила тогда полностью, этот аромат. И долгое время его не покупала. Я, когда начала заниматься Эйвен, я так же его себе не купила. Но потом я поняла, что несмотря на то, что у меня есть куча люкса, я хочу ее иметь. Потому что все-таки это неповторимый и очень интересный аромат. Очень ценный для меня. И он должен быть у меня на полке. Тут классная цена в этом аромате. Я уверена, что я его выгодно продам и что-то заработаю. Да, по своим акциям, конечно, Эйвен опережает многие компании сетевые. Он позволяет заработать, позволяет как-то раскрутиться. За это, конечно, ему огромное спасибо. Что я еще заказала? Я заказала 3 аромата Тризель. Третий уже пошел на продажу. Была просто суперская цена на некоторые ароматы из этого каталога. Сейчас я вам продемонстрирую эту страничку. Вот эта страница. Были очень снижены, сильно снижены цены на многие ароматы. Я заказала 3 аромата Тризель. Как видите, вот какая цена. Но минус только 10% от этой суммы. Но все равно выходит очень выгодно. Аромат этот у нас интересный, цветочный, сложный. Довольно-таки не особенно современный. Хотя не могу назвать его ретро. Но это уже не настолько современные цветочные и сладкие ароматы, как сейчас. Строгий такой, отстраненный весенний аромат. Здесь у нас лотос, орхидея и туберантия. Я бы назвала это туберозой. Такой аромат с нотой резкой зеленой. Но очень красивый аромат в базе и на протяжении всего звучания аромата. Красивейший флакончик. Сейчас я его не буду распечатывать. Флакон мне очень нравится этого аромата. Выглядит довольно-таки дорого. Хочется иметь такой флакон у себя в коллекции. Не могу сказать, что сильно-сильно нравится. Просто с цветочными некоторыми ароматами у меня иногда бывает такой внутренний конфликт. Как бы нравится из флакона. Но носить на себе я их не могу. Значит, три аромата, можно сказать три. Хоть у меня сейчас их и два. И еще один аромат у меня заказала женщина, клиентка. Это аромат Far Away Rebel. Вот этот аромат. Да, цена тоже была суперская. Конечно, нужно было приобрести какой-то продукт из каталога. Но я иногда, бывает, не напрягаю так своих клиентов. Если хочет, пусть заказывает. Значит, это у нас сладкий аромат, который мне не особенно нравится. Сладко-гурманское направление. Сейчас еще до сих пор популярное, модное. Сюда у нас ходят черно-смородиновый ликер, цветы апельсина и соленая карамель. Такая как бы новая нота для Avon. Но мне этот аромат не особо нравится. Многим, я знаю, нравится. У него нет ничего общего с классическим Far Away. Который тоже мне не особен. Это не мой аромат. Я чувствую слишком тяжелым для себя. Но я считаю его более интересным. Но это все-таки, опять же, мое мнение. Так, ну и последнее. Давайте перейдем уже побыстрее, потому что у меня сейчас батарейка разрядится. Я взяла для себя в распродажном флайере геля душа из коктейльной коллекции Сенсис Кир Рояль. С ароматом малины и черной смородины. Аромат повторяет у нас вот этот спрей для тела, который я тоже очень люблю. Мне захотелось составить ему компанию на лето. Я взяла для себя именно такой сладкий, веселый аромат геля для душа. Также я взяла крем для рук. Почему только один? Потому что я взяла, хотела взять несколько кремов для рук с бананом. Новинка. Какого каталога уже не помню. Но там семизначный код. Я пока что не умею его нормально вводить, чтобы получить этот продукт. То есть я его ввела, но я его не получила. Кстати, на все продукты из этой линейки также семизначный код. Что с ним делать, подскажите, кто знает. Вот такой я хренов представитель. Не знаю, что с этим делать. Надо обращаться к своему координатору. Пусть мне подскажет. Сунец времени как-то об этом узнать. Значит, очень хочу эту банановую линейку. Классный запах. Мне очень нравится. Ну и последнее уже действительно. Это несколько дезодорантов, антиперспирантов парфюмированных. Которые я взяла также пополнить свой ассортимент продаж. Это у нас Пурбланка классическая. Это у нас Персив классический синий. Это у нас Инкадесанс. И это у нас Дестинейшн Гранд Каньон. Который я взяла на свой вкус. Потому что парфюм Дестинейшн мне очень нравится. Также он не особенно популярен среди моих клиентов. Потому что это на любителя аромат. Но мне он очень нравится. Так, это весь мой заказ по каталогу номер 9. Надеюсь, вам было интересно. И моя информация была для вас полезной. Спасибо всем огромное за просмотр. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok